Всем привет! Продолжаем просмотр игры серии Bootcamp Elite Tournament, раунд третий. Фактически это уже полуфинал сетки виннеров. Играют Greyhound и полковник Talbot. Мы уже видели как. На что способен полковник Talbot? Весьма и весьма сильный игрок. Но здесь ему придется столкнуться с самим Greyhound, одним из безусловных фаворитов турнира. Greyhound. Синяя сторона. Открытие через один фоб. Скандинавия. Полковник Talbot. Красная сторона. Синий дракон. Очень медленное развертывание от Greyhound. Собирается занимать только контрольные точки. А в дальнейшем ориентироваться от ситуации. А вот полковник Talbot сразу же начинает пушить. Очень опасный пуш по этой дороге. И ты всегда можешь наткнуться на тяжелый танк, на СТРВ, либо что-то еще, если это другая фракция. Но здесь ничего нету. Полковник Talbot заходит свободно. А вот такой вариант развития событий. Весьма несложно законтрить бомбардировщиками. Но это же мета безбомбардировочная. Здесь же нету бомберов. Поэтому давайте будем смотреть, как сможет справиться с этим Greyhound. Пока ничего не получается. СТРВ Хазабанила... Фальш-Ягер выбирает 2К-1. Зачем тебе пытаться убить противника, если он убьется об тебя сам? Чудовищная ошибка от полковника Talbot. Конечно же, нельзя выставлять танки на окраину леса. Это крайне опасно. И теперь вот эта группировка, оставшаяся без прикрытия К-1, обречена на поражение. Учитывая, что на Фокстроте пустота, на Гольфе ничего нету. Будет выиграть крайне сложно для полковника Talbot. Как сказано в одном уже старом фильме, я сыграл и проиграл. Пощадите. Подъезжают под креплением, считают необходимым полковник Talbot забрать дома. Но это нужно было делать сначала, прежде чем погибли К-1. И, ну, понятное дело, что в такой ситуации приоритетной дорогой для стартового пуша является вот это. Как раз потому, что здесь дома. Чтобы не происходило таких ситуаций, которые вы только что видели. Ну, а теперь уже чуть поздно. Приходят два отряда фальшей. И, в принципе, они справятся и с Ту-Джонсами, и с Бунтаями. Это очень сильная пехота. Прям на уровне элиты отражаются парни. Так, тем временем, атака на Гольф. Ну, да. Всегда прекрасно видеть такие вещи, когда человек в пустое место атакует так, как будто там кто-то есть. Не хватило немного разведки от Грейхаунду на старте, чтобы понять, что тут пусто. Но, впрочем, какая разница? Он все равно займет этот лес. Группировка на Альфе погибает. Остается 12 сэчанксу. К1 уже никак не сможет помочь. Выкатывается кэшемка. У Грейхаунда 72 очка на 1. При этом есть возможность сделать больше поинтов. Вот этот фланг я пропустил. СТРВ-103Д это, конечно, нечто. Не часто увидишь здесь такое. Но, поскольку треугольный лес не пушится, ты можешь спокойно позволить себе поставить сюда 103Д, СТРВ-121, да что угодно. А вот треугольник охраняет один Норланд Ягерь. И это хорошо. Ну что, давайте включим третью скорость теперь. Сейчас игра вошла в позиционную стадию. С обеих сторон силы для атаки истощились. Парни просто сидят копятся. Грейхаундом занят квадратный лес на Гольфе. Но не хватает танка, к сожалению. То есть, да, драгонеры, но драгонеры не справятся даже с одной хачи-нано-шики. Возможно, имело смысл вправить вот эту СТРВу на Альфе, именно на Гольф. Для усиления группировки, для дополнительной атаки со стороны Гольфа на Чарли и так далее. Выкатывается еще одна кэшемка от полковника Талбота. Я не уверен, что это верное решение. Сейчас очень опасная ситуация. Имеет смысл именно выдавливать Грейхаунда с Гольфа, чтобы обезопасить себе Брава Чарли. На кэшемка это минус 110 поинтов. Это практически стек пехоты. Либо 1К1. 2К1 работают на Браво. Они вытесняют фальш-ягерей. Но тем временем прикрытия на Гольфе нет. И здесь приезжает как раз та самая стерва, которая здесь была так нужна. Есть еще одна на Браво. Ее можно будет спустить в любой удобный момент. Зачаток Су сливаются. Не надо было здесь атаковать. Переходим на двойку. Работает К9 Тандер по Гольфу. Пока огня. Ух. С двух сторон зажат. Полковник Талбот. В принципе, для Грейхаунда уже не должно быть проблем, чтобы выиграть эту игру. Остается только дожать. Стерва перестреливается с К1. На одном ХП погибает 3К1. Но 3К1 без прикрытия. Сверху заходят Драгонеры. Их нечем останавливать. С Чангсу скоро развалятся. Выкатывается еще одна КШМка от Грейхаунда. На Гольф либо Фокстрот. Не важно. Это будет в любом случае просто плюс 1. 5К1. 5К1. Это однозначный перебор. 5 танков. При этом ты зажат с двух сторон. В любой момент можешь получить в борт. Твои танки просто не будут эффективно работать. Здесь все-таки интереснее было бы зайти с этого направления через К1 дешевую пехоту. Попытаться выбить Гольф. Но в дальнейшем через дешевую пехоту либо если есть наличие Хайбунгов забрать Браво. Двух К1 на такую. Ну хорошо. Трех К1. Два на Браво, один на Гольфе. Хватило бы. А теперь они просто получают борта. Минус уже один. У второго выключено оружие. У третьего выключена оптика. Еще два подъезжают. Но они не смогут справиться. Погибает одна стерва. И ко первых не остается. Только два раненые, которые заранее вышли из боя. Куст Ягеря пробивают Бунтаев. Драгонеры вместе с пятипойнтерами пробиваются Чан Су. Так что это у нас за полеты. Непонятно. Неважно. Основные события разворачиваются на линии Браво, Гольф, Чарли. Ка-1 разминулся со СТРВ. Оба были без оптики. Отлично. Причем догорел именно красный Ка-1. Ну и как вы видите, шансов для полковника Талбота уже нет. Что было сделано неправильно? В самом начале. Это удар в пустоту. Ты приезжаешь, ты ничего не убиваешь, ты никуда не выходишь, упираешься в тупик. И тебя ровно или поздно выбивают за счет того, что просто ближе ехать. Да, 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 полковник Талбот. Ты можешь сколько год нажаловаться на рандом, но изначально твоя стратегия была неверная. Если ты приехал на линию Браво Альфа и не уничтожил всю армию противника, ты здесь так и останешься. Это проигрышная территория. Потому что быкан, потому что бомберы, потому что норовозы. Ну здесь только быкан в данной конкретной игре. Уже ягери подходят буквально к самому-самому республику. Еще одна КШМ-ка. Это уже откровенная наглость. Плюс два делает Грэйхаунд. Даже сейчас будет плюс три. Кстати, пропустил я момент, когда на Фокстроте была выбита быканом КШМ-ка. О, красная. Ну и мы просто ждем, когда полковник Талбот выйдет. Первое предположение, почему полковник Талбот проиграл, банально, он боится Грэйхаунда. Это сильнейший игрок. Есть чего бояться. И для того, чтобы его выиграть, полковник Талбот решил, по всей видимости, выбрать, избрать очень агрессивную, очень улыновую страту. Либо зашел, выиграл, либо проиграл. Возможно, дело в этом. Мы видели предыдущие игры полковника Талбота. Он не настолько плох, насколько отыграл в этой игре. Я уже давненько обратил внимание, что если человек играет против более известного, более сильного игрока, сильного не в том плане, что он более сильный, а в том плане, что известно, что он более сильный, он начинает на полном серьезе играть хуже. Он начинает может осознанно, может неосознанно поддаваться. Как раз вот как сейчас. Опять же, я не помню, чтобы Килин, чтобы полковник Талбот хотя бы в одной игре использовал такие безумные стратегии, которые не могут привести к победе. Ну ладно, это все так. Лирика. Кстати, он уже майор-генерал, как вы можете видеть. А мы переходим к третьей игре. Простите, ко второй. Вторая игра. Колонел Талбот. Фоб, однако ШМ-ка. Ландьют против Грейхаунда. Так, подожди, 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 это что за дека? Это что за дека? Похоже на ОВД. Красное ОВД, однако ШМ-кафоб. А тем временем Бустарт опять нажал Стоп, вместо паузы, поэтому придется 20-30 минут склеивать две части видео. Из-за чего вы увидите это позднее, но это не важно. Пока ждем. Хочется поблагодарить всех своих зрителей, всех своих подписчиков за то, что вы это смотрите, за то, что вы оставляете лайки, просмотры. Хотелось бы видеть больше комментариев, не для того, чтобы продвигать роликов в трендах, для того, чтобы видеть ваш фидбэк. Я уже об этом говорил в свое время. Что можно исправить, что можно сделать лучше, что можно сделать хуже. Поэтому, ребята, пишите, даже если вам не нравится, все равно пишите, только, пожалуйста, оставляйте адекватные мысли. Комментарии в духе бастард-мудак непонятно. Почему? Почему бастард-мудак? Ладно. Поехали дальше. Начинается развертывание. Сразу же полковник Талбот избирает весьма странный способ развертывания. Мы уже видели, опять же, игры полковника. Он не так плохо, чтобы разворачиваться без пехоты. Четыре отряда М41-х? Вы серьезно? Чувак, что ты делаешь? Ты вполне можешь выиграть Грейхаунда. Не надо вот так поддаваться. Осознанно, либо неосознанно. МЛЮ? Зачем? Понятно. Опять же, вот эта территория, если пушится, сюда выставляются в первую очередь птуры, а не леопарды, потому что птуры поедут с красной стороны. Если два первых уйдет, это будет мягко говорят, чудо. Работают два прама, работает турконкурс. Компаунд городской занят сразу же лекопехота енотками. Здесь с трех сторон ведется огонь в полуокружении полковник Талбат. И вот конкретно сейчас игра проиграна. Отвратительное развертывание. Абсолютное отсутствие пехоты. Нет птуров. Если ты атакуешь на два направления сразу же, слева ты обязан выставить много пехоты. Много пехоты втанкует много урона. У тебя будет много времени. Справа же ты обязан выкатить обтуры для того, чтобы тебя не могли пробить с дельты. С дороги главной. Я не знаю, на что рассчитывал полковник Талбат. Возможно, ему как-то свое время заходило в ранкете рандомном. Но против Грейхаунда это не работает. Грейхаун такого дерьма навидался. Будьте уверены, ему хватило. Итого, два миномета Пахтайгер Леопард Адаматик 2 М41 еще стак М41 ТПЗ Фукс это разгром. Уже сейчас это разгром. Конечно же выходить не хочется. А у Грейхаунда нет возможности чтобы развить наступление. Даже несмотря на то, что его больше. Модерна чинится, прамы чинятся, а штурмовой пехоты нет. Ну, ничего страшного. Укрепляемся, привозим дополнительные птуры, дополнительную оборону выставляем и в дальнейшем Грейхаун сможет перейти в атаку. выставлено еще одна КШМ уже вторая. Кстати говоря, вот если бы Бахтайгер поехал в облет, возможно если бы повезло с траекторием движения, возможно он смог бы вырубить КШМ на базе и возможно сумел бы вырубить КШМ на Чарли. Если вы уже подслились на фронтальном столкновении, да, действительно имеет смысл ставить все на облет, потому что другого выбора уже у вас нет. Есть МЛУ, есть Бисрайн, это значит, что по земле вы крайне нескоро вызоветесь, а МЛУ падает минус 160 поинтов на халяву. Да, погибла Модерна, но преимущество Грэйхаунда слишком велико, чтобы гибель одного тяжелого танка как-то серьезно изменила ход игры. Кстати, говоря, где-то на моем канале был подобный пуш, когда ты одновременно идешь на два направления. Естественно, это было выполнено за... слушайте, я не помню. По-моему, это была Антанта в игре против Рэйва. И, возможно, я пушил на запись через Еврокорпус. Да, да, еще игра с Путиным. Два раза подобный пуш исполнялся на моем канале. В первом случае, когда играет Антанта, сюда едут птуры танки, естественно, пехота, а на Альфу, Дельту, опять же, пехота при ДПСном прикрытии. Ну, и в случае с Евриком, там, направо должны ехать легионы, в случае, если удастся занять дома. Ну, и во втором случае, в игре с Путиным была использована арта на старте. Ладно, неважно. Неважно, это вы сами, возможно, уже видели, возможно, вы еще это посмотрите. Пока возвращаемся к игре. 2-4, 2-1. Уничтожают оборону Грейхаунда. Опоздал с Модерной. Красный игрок. Бен 23, не 23, Бен убивает 2-4. Остается только 2-1, который Птур разряжен в воздухе Альбатрос. Весьма спорная авиация. С одной стороны, конечно, дрон, с другой стороны, слабенькая бомба. Но Пахтайгер уничтожает. Остается 2-2 первых, один раненый, второй также раненый. Для Модерна они оба ваншотные. В свою очередь, насколько я помню, в таблицу Модерна не ваншотная. У нее еще останется половина ХП после выстрела 2-1. Можно идти в атаку. Еще 2-2 первых. Арта, арта. Есть Андава. Андава не туда стреляет. Андава должна работать по 2-1. Так, прыжкумницы. Прыжкумницы должны были засветить 2-2 первых. приезжает спам минус один леопард минус второй леопард. Енотки справляются Модерна стреляет издалека. Еще 2-2 первых не отчинены, нет снабжения, еще один погибает, даже енотки ваншотают этот хлам. Полковник Талбак абсолютно демонстрирует какую-то отвратительную игру. Он может, он реально может лучше. Он просто боится Грейхаунда. Не вычинены танки, нет пехотного прикрытия, какой-то безумный спам 2-1, который никогда не сработает против масс пехоты, еще и пехоты с гранатометами, которые, кстати, всего лишь обычные енотки с 20-м пробитием. Нет ПВО. В общем, полное ощущение, что полковник Талбат находится в паническом ступоре. Делает что-то, чтобы делать что-то. Без серьезного осмысления своих действий. 2-4 только вызван уже в панике. Боже, это избиение. И снова вторая игра. Я не могу сказать, что именно Грейхаунд обдоминировал Талбата. Это Талбат испугался. По какой-то причине он считает, что не сможет победить Грейхаунда и начинает делать ошибки. Ну что ж, Грейхаунд выходит в финал сетки виннеров. Следующая игра, как вы, возможно, уже догадались, Крот Грейхаунд. Игра тысячелетия. Ну а поскольку сейчас на Украине большие проблемы с интернетом, матч Грейхаунд Крот на рандомных дэхках откладывается на неопределенный промежуток времени. Но все еще состоится, я надеюсь. Встретимся в полуфинале. Всем удачи, все свободны.